Семейная гостиная У них нет выходных. Вся жизнь посвящена сельскому хозяйству. Николай Александрович и Галина Алексеевна поженились в 1980 году. 41 год душа в душу. За это время семья обзавелась большим хозяйством. Три коровы, четыре теленка, две свиноматки, да два маленьких поросенка. Вставать приходится очень рано, когда в пять, а когда и в полпятого. Чайку попьем быстренько и пошли в свой офис. У нас там офис называется. Что делать в офисе? Коров даем. Ухаживать за животными, кормить. Поэтому у нас трудовой день начинается рано. Секреты крепких семейных отношений супруги не скрывают. Главное понимать друг друга. Тогда любое дело будет спориться и в доме, и на хозяйство воцарится лад да гармония. Что бы надо, в семье хозяин был как бы мужчина, а женщина к ему как пристяжка бежит за ним. А он у меня трудолюбивый, он все умеет. В технике ему ни почем. Техника любая. Разберет и соберет. А в молодости шофер был. У Галины Алексеевны и Николая Александровича двое детей. Дочь Елена и сын Александр. А также четверо внуков. Самое главное, по словам героев, правильное воспитание с детства. Приучение к ежедневному труду. На помощь в хозяйстве с радостью бегут внуки. Если будет большой уже взрослый, да не приученный с детства, он сейчас-то ему интересно. Просто он, ай да я помогу, ай да бабушка я у тебя унесу, давай я помогу, давай что-то. А потом он так все привычку входит, все в привычку входит, ему как будто так и надо. А если уже взрослого будет заставлять, у него уже другие планы были до этого. Ему в телефончике поиграть сейчас, как это. Ему он может куда-то в клубы сбегать. Савелий все свободное время проводит с дедушкой или в гараже, или в полях. Кажется, что ездить на тракторе, чинить приборы, закручивать болты – призвание малыша. Он еще не ходит в школу, но зато уже многое умеет. Не только читать и писать, а еще и накачивать колеса, устранять технические неполадки. С техникой Сава уже на «ты». В этом, конечно, большая заслуга дедушки. Они неразлучны ни дома в гараже, ни на серьезной работе далеко от дома. Помочь дедушке – счастье для маленького мужчины. Что ты делаешь такое? Колеса откручиваю. А кто тебя научил? Дедушка. А что самое любимое дело у тебя? С дедушкой. Ремонтировать. Старшие внуки тоже растут целеустремленными. Они с детства знают, что без труда выловить рыбку из пруда не получится. Коля вот уже 13 лет будет в августе. Сейчас ходит на пилораму. Закончил, ну как, кончил вот сейчас на лету просто. Ему охота мотоцикл купить. Ему папа и сказал, если хочешь мотоцикл, зарабатывай. Вот ходи на пилораму. И он вот встает тоже в 7 часов. Пол седьмого, наверное. Иногда как и в 5 первые то дни так с азартом. Они просто спать на работу, чтобы к 8. Вот в 5 часов встанет. Любовь к труду появилась у тружеников еще в раннем детстве. Галина Алексеевна с трепетом вспоминает то время. Тяжелый труд постепенно стал привычным образом жизни. Все шли на работу, все на сенокос. У нас была обязанность такая. Во всех деревнях раньше было в мое время. У всех, это не только у меня. И по деревне никто не шастал, не бездельничали. Все работали с утра до вечера. Вот от зари до зари, как говорят. В начале сенокосы, потом уборка льна, лен теребили. Тоже бабушкам помогали и мамам своим. Но за все это мало платили. Но тем не менее деньги были хотя бы какие-то. Отец Галины Алексеевны пришел с войны без ноги, но продолжал трудиться. И детей своих так воспитывал. Нас четверо было. Вот нас две сестры и два брата нас было. Поднимали без ноги. Ходил, кусил. Потому что все были такие. Кто без ноги, кто без руки, кто без глаза пришли с войны. Такая жизнь была. Хозяйство у наших тружеников большое. Здесь, например, хозяйка варит еду для своих подопечных животных. Вариваю для животных витамины. Тут картошку варю. Тут вода кипит. За весь день нужно обойти все подворье. Животные требуют не только еды, но и заботы и ласки. Этим они тоже не обделены. Галина Алексеевна уделяет каждому подопечному много внимания. Иногда даже ведет с ними беседы. Как бычка-то зовут? Бычок зовут Малик. Малик? А это большой бычок. Все есть и хотят Малик. Все есть и хотите. Да? Все есть и... Ай, какая шутка. Ласковый какой. Все любят ласку. Погладишь их даже. И у них тебе лаской тоже. Массаж хорошей утром делает руку. Положишь, вот как на массажер. Вот мой курятник. Тут курочки. Дети Николая Александровича и Галины Алексеевны стараются помогать родителям и по дому, и по хозяйству. Они справляются с множеством задач, намеченных на день. Только совместными усилиями у них все и всегда получается. Они друженики. Они встали утром в пять, попили чайку. Мама встает уже, папа приготовил ей чаю. Она иногда успевает попить, иногда не успевает попить. И они сразу идут во двор. То есть в офис. Все ходят в офис, а они ходят в офис. То есть это их хлев. Там их ждут уже животные. Хотят они кушать. Доится. Ну а дома у Сметаниных красота и порядок. Хозяйка встретила нас, как дорогих гостей. Угостивкич городецкими пряжонниками, которые считаются уникальными и самыми вкусными на всем белом свете. Семья Сметаниных заняла первое место в районном конкурсе «Великоустюгское подворье» в номинации «Животноводство». Герои не собираются останавливаться на достигнутом. Ветеранское подворье Галина Алексеевна и Николай Александровича будет представлять Великоустюгский район на областном конкурсе. Ежегодно, например, мы проводим наш свой конкурс «Великоустюгское подворье». В нем принимают участие, конечно же, в основном ветеранские подворья. Но молодежное подворье также наш район проводит непосредственно перед областным конкурсом. То есть не каждый год, а через год. Но мы проводим вот в Великоустюгской подворье ежегодно. И на основании этого мы уже формируем заявки и победителей отправляем на Вологодское подворье. Он проводится раз в два года. То есть был конкурс в 2019-м, сейчас в 2021-м. Муниципальный этап был в июне месяце. То есть районы определяли своих победителей по двум направлениям – молодежное и ветеранское. И далее уже с 7 по 30 октября идет сам конкурс. То есть в это время идет проверка комиссии, подведение итогов. Ну и уже после, значит, этапа окончательного 11 сентября, дальше еще там идет завершающий этап по перечислению призов и так далее, и так далее. У участников, значит, ветеранского подворья возраст у супруги до 57 лет. У мужчин не моложе 62 лет. Вот такие критерии. То есть необходимо соблюдать по условиям конкурса. Мечта Галины Сметаниной – завести еще и лошадь. Просто так, для души. Сейчас, признается, у стюжанка достаточно пони. Помимо скота у семьи большие плантации картошки, сено для корма животным, а также ягоды, овощи и фрукты. Галина Алексеевна очень любит цветы, поэтому во дворе красуется яркий ковер растений. Труд очень это. Тяжелый-тяжелый деревенский труд. Счастливый иметь, но как это счастье достается? Это только тот знает, кто это прошел, через это прошел. Хозяйство у семьи Сметаниных большое. Им оно приносит огромное счастье. Но сколько труда нужно вложить в это? Порой бывает непросто, но это того стоит. В праздник семьи, любви и верности хочу пожелать этой семье счастья, любви и как можно больше здоровья. Это была программа «Семейная гостиная» и я, Татьяна Меркурьева. До встречи в эфире. Программа выходит при содействии Управления информационной политики Вологодской области.